Дневной разворот Объявлены итоги грантового конкурса Форума Иволга 2017 Где пять кировских проектов получили Финансирование на реализацию молодежных идей В регион в итоге привлечены средства В размере почти одного миллиона рублей И вот здесь мы понимаем в чем собственно состоит Инвестиционная привлекательность Нашего региона Ну в общем это ведь не секрет Володя Девушки то в Кирове не только красавицы но и умницы Так кто спорит то конечно Да кстати всех наших гостей и нас Володя вы можете наблюдать на сайте Хакера.ру у нас там есть прямая видеотрансляция Вот здесь вот камера девушки Мы не обратили ваше внимание пожалуйста Да можете помахать ручками своим знакомым и незнакомым людям Чем черт не шутит В общем Те кто привлек почти этот один миллион рублей Сегодня находится у нашей студии Давайте представлять Ольга Князева автор проекта Русский для всех Обладатель грантов 150 тысяч рублей Можно мы сумму то будем озвучивать Добрый день Ольга Полина Абухова автор проекта Модификатор коррозии вам достался грант в 200 тысяч рублей Полина да И авторы Соавторы одного проекта Технологии очистки гальванических стоков Чистая капля да переводится Да Да Обладатели грантов 200 тысяч рублей Это Кристина Гараева и Ольга Бервицкая Здравствуйте всем Привет привет Здравствуйте Мы чувствуем как-то заряженную да еще атмосферой Иволги Это же такая большая тусовка насколько я понимаю Очень интересная Где не только серьезная часть Но и развлекательная И спортивная И музыкальная И так далее Ну вы впервые побывали на Иволги в этом году Да Впервые Впервые Но мы уже привыкли к тому что представители нашего города Каждый год туда попадают И представители вуза конкретно Ну вообще со всего города Кристина дальше Да Со всего города студенты отбираются туда Но поскольку у нас сейчас Можно сказать один вуз в Кирове То Ну не будем обижаться Есть еще вузы Есть да Но в этом году ездили много И МГУА был И опорный вуз был В общем все представители Метакадемия тоже да была Всего почти 90 проектов было представлено Кировчанами в этом году 26 из них прошли в федеральный этап А всего на форуме Иволга Было более полутора тысяч проектов Какая-то тема специальная была на этом форуме Вот у вас такие практические проекты Например я уже тут с Полиной Абуховой Пыталась договориться Насчет эксперимента над моей машиной Да там модификатор коррозии У меня есть как раз там такая царапина И уже такая ржавчина покрылась А машина еще белого цвета Неприятная еще Да 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 Продавать может быть придется Да и модификатор коррозии Он как раз направлен на то Чтобы фиксировать ржавчину вот эту вот И как-то ее обрабатывать Мы тут поговорим чуть подальше Чуть пониже да И вот все проекты которые здесь есть Я не знаю только русский Для всех надо будет Оле рассказать Он какой У меня такое ощущение что они все вполне себе ложатся на стартапы Да то есть с них можно начинать какое-то Бизнес-проект Да бизнес-проект И уж коррозии это точно можно Да Вы когда девочки заявлялись вот на этот конкурс Со своими проектами Какие задачи и кто перед вами ставил Может быть сами перед собой Кто Ну прежде всего мы ставили задачи Сами для себя Лично я поступала на этот проект И я поставила задачу то что мне нравится русский язык Поскольку моя будущая профессия это учитель русского языка И я решила привлечь не только наших русских студентов К обучению русского языка Но и иностранных студентов И именно с этим проектом я поехала На форум Иволга Который нужно отметить был юбилейным И он отмечал уже пятилетие В чем заключается суть вашего проекта Суть моего проекта это популяризация русского языка Среди иностранных студентов И также иммигрировавших граждан А мой проект будет А что популяризовать то именно И так и так находясь в России Приходится изучать А студенты иностранные Когда приезжают к нам в Россию Они испытывают языковой барьер И вся возможность обучения Так можно сказать На их плечах И именно поэтому Чтобы помочь им в реализации себя Как личности в нашей стране В своем вузе В изучении русского языка Я им как раз помогаю изучать русский язык Начать хотя бы с неких азов После которых они уже могут Самостоятельно изучать этот язык Этот проект применим именно К нашему опорному университету Или вообще его можно тиражировать Он масштабный По темам образовательным учреждениям Где иностранные студенты присутствуют Подождите Они ведь приезжая к нам проходят Какой-то минимальный экзамен Их проверяют на минимальное наличие русских слов Ну не все Ребята не все Я многих знаю ребят Которые в принципе даже уже В принципе не могут даже говорить по-русски Я не знаю два слова там Бабушка самая известная И матрешка И матрешка Все верно Путин Водка Медведь Да Именно такие И находясь на Иволге Я обучала ребят Они не знали элементарные слова Стол Стул Они не знали даже Как называется тот или иной предмет С которым они взаимодействуют Каждый день Стойл Стойл Я понимаю почему В опорном музее мог родиться Такой проект Я вообще каждый день Сейчас перемещаясь по улицам Вижу что у нас все больше и больше Граждан Не нашей Не нашей страны Явно не Славянской наружности Есть Темнокожие студенты Есть студенты из Азии И Из разных кстати говоря Там пунктов Азии Не только из Китая Что уже традиционно Для опорного вуза И вот среди этих студентов Велик ли процент тех Кто приезжает без всяких основ русского языка На них ведь наверное испытания проводили Мои люди которыми участвуют в моем проекте Это те студенты Которые обладают уже некой базой Неким уровнем владения русским языком Потому что мне легче с ними взаимодействовать Когда есть та вот база тот минимум И легче снимать видеоролики Легче там масштабировать Чтобы это было понятно не только мне Но и другим людям Также мы планируем в дальнейшем делать субтитры Чтобы люди которые обладают меньшим запасом русских слов Русского языка Они могли также просматривать наш проект Можно как-то в одном предложении Распространенном Обозначить Из чего состоит ваш проект За столько-то занятий Благодаря тому-то, тому-то, тому-то Вы приобретаете то-то За цикл видеороликов Вы можете приобрести уникальные знания По русскому языку Касающиеся различных идиом Как правильно образовывать Предложенно-поддержанные формы Различные интересные факты О русском языке И об истории русского языка Посмотрев наш ютуб-канал Который называется Русский для всех Все, отлично Один стартап Прорекламировали То есть дистанционное обучение Русскому языку Сколько сейчас вообще цикл составляет роликов? На данный момент у нас уже есть Четыре видеоролика Четыре видеоролика И будете вы дальше продолжать Мы посмотрим Методика обучения Она какая-то уникальная Вы ее создавали Методику делала Абсолютно я Да Сама Либо можно ведь там Использовать уже Наработанные вещи Вот держите люди букварь Нет, ну собственно Тридцать три буквы Пожалуйста И вот эти 150 тысяч Пойдут на новые ролики Все верно Это пойдет на Приобретение оборудования Какого? Камеры, штатива, микрофона Постоянного света То есть вы нуждаетесь в улучшении Собственно материальной базы Еще раз Как ютуб канал Ютуб канал Называется Русский для всех Поддержите Оргу Князев Да И знайте, что это у нас в городе Да Придумано Давай теперь перейдем К уже анонсированному Мною проекту Модификатор коррозии Полина Абухова Представляет этот проект 200 тысяч грант составил Ну я кстати говоря Что касается Вот этого проекта Модификатора Я в фейсбуке Это выловила Благо очень многие студенты И сотрудники опорного вуза Распространяют такую информацию Конечно она меня заинтересовала Она очень такая прикладная Эта тема Расскажите пожалуйста Полина Сколько времени работали Над этим проектом И каков вот сейчас итог Что вы представляли Ну мы работали где-то Около полугода Ну может быть чуть больше Мы это С научным руководителем Как бы наша команда Вот Сейчас у нас уже готов Почти идеальный состав Раствора То есть Ну нам еще нужно Провести Исследования Окончательные Чтобы довести Скажем так До ума Проект Сколько времени Вы занимались этим Ну где-то около полугода Полгода Ну может чуть больше Велика ли команда Из кого состоит Двое человек Два человека Научный руководитель И я Полина А вот Вот эта команда Полина и научный руководитель А идея чья была Научного руководителя Научного руководителя Вы ее подхватили И сейчас какой-то состав Существует Расскажите пожалуйста Суть его действия Мы наносим состав На ржавый металл При этом На поверхности Образуется защитная пленка Которая защищает у нас От последующей коррозии металл Также эта пленка пористая Поэтому мы сразу же Можем наносить Локрасочное покрытие Без применения грунтовки А Вот это я не выяснила То есть вот машинку свою Там зачистила Да Не нужно чистить Чистить не нужно Состав нанесла Дала какое-то время Для реакции Да Оставить И дальше уже могут Подключаться Техники Что-то там Красить Мне уже машину Да Все верно Мое крыло Без шпаклевания Без шпаклевок Без зачистки абразивами Сразу же красим Струа Наносим средство Потом сразу же красим Аналоги Аналоги на рынке существуют Но во-первых Перед их применением Нужно чистить абразивами При этом Что истончает Да Получина уменьшается Также аналоги Не проникают В глубинные слои И они идут В основном На ионах цинка И на ионах меди Цинк он очень вреден Все мы знаем Для нас Для окружающей среды Мы убрали Эти ионы цинка И добавили Так скажем Свой компонент Икс Вот И за счет Не раскрываете его Что это за компонент Нет Не раскрываем Вот И благодаря этому У нас состав Стал попадать В самые глубинные слои То есть мало того Что более экологичным Стало производство И использование Этого материала И еще и действие Его совершенно Другой механизм имеет И другой результат Получается Сколько времени Вы думаете Вам потребуется На доработку Этого состава Ну На доработку Наверное Месяца 4 Быстро достаточно Да То есть за год Вы готовы продукт Уже представить на рынок Ну вполне Но там Нужно же еще Патент получать Или ноу-хау Вот на это время Вот 4 еще месяца Вы получите продукт Потом вы будете Заниматься тем Что будете получать Патент А дальше Все Запуск производства Выпуск первой Промышленной партии А вы уже знаете Где вы будете Это производить А кому кстати Патент будет Принадлежать Вузу скорее всего А вы Вы как соавтор Будете иметь Свой какой-то процент И всю жизнь Потом получать дивиденды Не знаю Пока не знаю Это очень интересно Не могу сказать Это мы зададим Ректору вузу Такой вопрос Уважаемые Дом и господа Работающие В автосервисах В автосалонах Автопокрасчики Вот смотрите Да Какая разработка Наверное Кто-то из них радуется сейчас А кто-то плачет уже Если они слышат Разработан препарат Если этот препарат Будет выпускаться В Кировской области Который позволит Озолотиться наверное То только радоваться нужно Мы сейчас Да кстати Я его дороговизна Хочу спросить На сколько себестоимость Пускай подожди Про себестоимость Давай после перерыва Через одну минуту Продолжаем разговор С победителем Молодежного форума Иволга 2017 У нас в гостях Кристина Гораева Ольга Бервицкая Полина Абухова И Ольга Князева С Полиной Абуховой Продолжаем разговор О модификаторе коррозии Про себестоимость Хочется Про себестоимость Продукта Да Как-то она уже вычислялась Или пока еще рано Об этом говорить Ну мы примерно Прикидывали А нужна именно Себестоимость Или какая будет В продаже у нас Ну и то и другое Ну стоимость В продаже Где-то примерно будет 130-150 рублей Ну это сейчас За какое число За литр За себестоимость Не говорите Полина А то охотиться За вами Начнут на улице За вашими технологиями Это что жидкость Вот вода Текучая Либо это гель Какой-то Это жидкость Пока что у нас Разработано так Что кисточкой наносим Но мы планируем Это загонять в баллоны То есть Консистенция должна быть Ну немножечко погуще Для этого Под давлением И распыление Потом будет проходить Да А вот все-таки Этот интересный вопрос Который мы продолжили Обсуждать в перерыве За эту одну минуту Что получает ВУЗ От таких проектов И что получают Соавторы Студенты Таких проектов Каков механизм Так Кристина В первый раз 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 Это произошло Откуда им знаешь То что мы получаем Это Как шутят наши коллеги Слава Мы ходим Нас постоянно спрашивают Сейчас вот мы приехали С Иволги Нас зовут в газеты Все это спрашивают Что мы разработали Мы в свою очередь Развиваем Киров Мы привносим Такие проекты И хотим помочь Кирову Как вот Благо какой-то Экологии Промышенности Конечно все Девочки Но мы все учимся Для того чтобы зарабатывать В том числе на жизнь А уж тем более Когда такие Мы получаем опыт А с этим опытом Можно потом Хоть на край света Идти Можно и компанию свою Открыть Когда уже вуз закончим Можно американцам Формула продать Нет в Америку нет В данном случае Вот у Полины Такая история Которая может получить Нам долгие-долгие годы Просто взрывной Такой эффект И деньги пойдут И в области И производители И прочее Для вуза я понимаю Если вуз это своими силами Будет делать Какое-то производство Где-то откроет У нас куча промышленных Площадок В промпарке Наконец заполнится Производителями Собственными Да То есть вуз может зарабатывать Например На этом А вы-то лично Вы в патенте Будете как-то указаны Или нет такой Практики По-моему Будут Будут И к тому же Хочется еще Это может быть для резюме Только Может быть Нет-нет Можно еще как взять То есть у нас организуется МИП Малоинновационное предприятие На базе вуза И вот там как раз Уже открывается Такой бизнес Где мы продаем И соответственно Полина будет получать С этого Мы пригласим Соответствующего человека Да Надо поподробнее Расскажет Расскажет Как это происходит Настало время В любом случае Вуз ставит перед собой Цель зарабатывать Да Привлекать Конечно Среди Им такие цели Ставит государство Это обязательное условие Дальнейшего развития 200 тысяч На ближайшие 4 месяца Когда мы можем получить Готовый продукт А на что конкретно Тоже что-то нужно докупать Из оборудования Для начала Это ингредиенты Это как бы Большая часть Сидят на ингредиенты А не все в России Закупаются эти ингредиенты Да А можно назвать Вот мы там про цинку Уже слышали Из чего Нет У меня нет В составе цинка Не продавайте ему форму Не надо Нет Это как бы не секрет Основа Это фосфорная кислота Фосфорная кислота Которая производится Ты ближе к естественно Ты ближе к естественно Научному направлению Фосфорная кислота Что такое Нет Но она российского производства Естественно Она производится Надо выяснить Хорошо Давайте к следующему проекту Перейдем Pure Drop Технология очистки Гальванических стоков Pure Drop Тоже 200 тысяч гранта Кристина Гораева И Ольга Берлицкая Рассказывайте про свой проект Девочки Давай Так Ольга Да Наш проект направлен На решение Одной из важнейших Экологических проблем А конкретно Загрязнение водоемов Ионами тяжелых металлов Как ранее говорила Полина Цинк Медь Никель Они являются Токсичными Для нашего организма Откуда они берутся Основным источником Хороший вопрос Основным источником Является гальваническое производство Ион от тяжелых металлов Это неотъемлемый компонент При нанесении Металлических покрытий На гальваники И как раз таки Гальваника И Как бы Из жизни мне скажите Где Что это такое Свалка Какая-то Давайте возьмем Автомастерская Рядом с водоемом Любой промышленный завод У нас в Кирове Покрывает детали Покрытием каким-нибудь Ну например На Лепсе Там покрывают Авиацию какую-то Лепсе АвиТек Сельмаш КМП Ну там все вроде хорошо Они все этим занимаются Да конечно Это вообще Это одно из главных цехов Производств Которые есть на машиностроительном предприятии Что покрытие гальваникой дает Защитное свойство Декоративное свойство То есть это Все что нас окружает Оно все покрыто металлическим покрытием И автомастерские И металлические изделия Которые на улицах находятся Например И так далее От крупных предприятий До мелких автомастерских И дальше Вот это все Какие-то частички Этих покрытий Этих химикатов Они стекают В наши стоки Стоки Могут очищаться Могут не очищаться Но они все в итоге Попадают в вятку Через ручьи Через малые веки Попадают в вятку И другие водоемы Так Значит Когда вы разрабатывали Свой проект Вероятно Вы как раз С этими стоками Тоже занимались На этих крупных предприятиях Нет? Вот как раз Мы занимались В лаборатории С лабораторными растворами То есть у нас были Растворы Различной концентрации Как раз С этими токсичными металлами Вы их сами создавали Да Вот И как раз То есть мы получили Хорошее исследование Лабораторное И как раз Наша цель Это сейчас выйти на промышленность То есть протестировать Промышленный образец Который мы создадим На предприятии Уже реальном Вот смотрите Когда вы создавали Вот эти растворы Вы их просто из головы брали Или все-таки Отбирали с предприятия Какие-то образцы Ну конечно Или сами там загрязняли Тяжелыми металлами Ну вот мне интересно От теории Практики Есть данные Приблизительно Какого состава Стоки на предприятиях И мы искусственно Создавали эти стоки Данные есть Они открытые эти данные Которые выбрали Или какие Да я сейчас скажу То что Конечно давай Ну вы представляете Как происходит Нанесение металлических покрытий На гальваники Ну я честно Видео наблюдал Дядька такой В костюме В маске Специальное оборудование Специальная установка Подождите вам Дядя еще уточнение Вы на каком Я еще не понял Этапе-то собираетесь Чистить На этапе стоков Сброса воды Давай сначала Как наносится гальваника Берут металлические детали И опускают их в ванну В ванне Находится технологический раствор Состав которого мы знаем И когда эти детали После нанесения покрытия Переносятся на промывку Где находится чистая вода Они уносят с собой часть Этого раствора И как раз таки Вот этот раствор Является источником Ионов тяжелых металлов И этот раствор Потом в стоке И потом да Из-за вот этой промывной ванны Раствор попадает в стоки То есть чистим стоки Мы предлагаем Ставить наш аппарат Непосредственно на эту ванну Откуда сливается То есть получается Что мы уничтожаем проблему В корне ее зарождения То есть если раньше Эту воду сливали То сейчас мы ставим Наш аппарат Который будет воду Оттуда прокачивать И разделять на два потока На чистую Которую мы возвращаем Обратно в промывку И на концентрат Который возвращаем В технологическую ванну Нанесение покрытия Безотходное производство Безотходное производство Это единственный метод Который После применения которого Нет каких-то шламов Или отходов Которые опять нужно Куда-то утилизировать А что представляет собой Установка в ванне Она есть? Она большая? Можем говорить Да, да У нас есть лабораторный образец Он очень маленьких размеров А если мы на промышленность Перейдем То мы с коллегами рассчитывали То есть он будет размером С листок А4 То есть 25 на 25 сантиметров Толщиной тоже небольшой То есть там будет 120 мембран Это Если меня смотрят на камеру То это примерно вот Столичка Сантиметров 6 показывает То есть самогабаритное оборудование Которое там есть Это трубопроводы Которые идут к ваннам К самим Сам промышленный образец Вот с листок А4 Аналоги есть какие-то? По вашим данным? Нет Мы проводили и патентный поск И открытые источники Не говорили, что такое где-то применяется И сам метод известный Его использовали в пищевой промышленности Раньше для разделения молока Вот недавно читали, что в Японии Сепарирование, что ли? Ну, не совсем Там используются ионообменные мембраны И под действием только происходит разделение Но для разделения воды и ионов тяжелых металлов Это никто не применял Потому что были определенные сложности И как раз мы с научными руководителями Сначала занимались научной исследовательской работой Проводилось много исследований И мы эти проблемы устранили И вот пришло время, когда это нужно Уже выводить на промышленность И решать проблемы В Кирове это очень острая проблема стоит Поскольку есть нормативы Которые должны выполняться И вот, к сожалению, эти нормативы По данным некоторых предприятий Не выполняются Из-за этого платятся огромные штрафы Да, то есть вот они что происходят Они платят такой экосбор каждый год То есть денежки идут в бюджет Но стойки с этими вредными тяжелыми металлами Они попадают в наши реки Они заражают наши почвы Подождите, они в принципе не очищаются, что ли, на этих производствах? Или недостаточно? Нет, смотрите, да, недостаточно Есть То есть очистные сооружения есть Но раньше в Советском Союзе Нормы ПДК были намного мягче Сейчас человечество назабочится О своей экологии И нормы-то ужесточают с каждым годом То есть в 2018 году планируется По открытым также источникам Что увеличение, возможно, в 2-3 раза Где-то вообще мы слышали, что в 25 раз хотят увеличить То есть это очень тщательная очистка должна быть И просто очистные сооружения, они очищают, но неэффективно Ну и, Володя, вот эта вся история Бывает, что при определенных технологиях дешевле заплатить вот этот налог Такой, да Штраф, в смысле Штраф за нанесенный вред, да Чем поставить новые очистные сооружения С этим все время борются, как ты знаешь Увы, но вопрос именно так стоит А потом эти деньги А потом самое ужасное, что эти деньги Они не идут на разработку новых экологических проектов Или технологических каких-то новых способов очистки и прочее Они растворяются в бюджете и идут на ямы, на дороги Не знаю, на что-нибудь еще Это то, за что тоже сейчас поднимается вопрос Экологами и активистами Чтобы маркировать эти деньги И как-то понимать вообще, какая сумма должна быть направлена На разработку новых экологических проектов Я уже так в свою сторону Так, слава богу, разжевали все три проекта Я думаю, после перерыва мы поговорим о том Что обещал Игорь Васильев Что обещал Игорь Васильев Как презентация ваших проектов проходила Как вы ее проводили и какую реакцию вы видели, да Поговорим через полторы минуты Продолжаем разговор в рамках дневного разворота С победителями Молодежного форума Иволга-2017 Кристиной Гараевой, Ольгой Бервицкой Полиной Абуховой и Ольгой Князевой Девочки представили свои проекты Нам стало ясно Вот мне все ясно Не то, что в первом часе Но мне еще хотелось бы Мне бы хотелось еще взглянуть бы своими глазами Да, вот на эти вот оборудования, собственно Да, и посмотреть ролики Мальтификатор коррозии ты хочешь получить Коррозии, ну да А с Ольгой Князевой мы уже договорились Что может быть мы какой-то совместный проект Языковой Языковой, да В новом учебном Я была бы очень рада совместному сотрудничеству Да, я думаю Грант еще получим, пану Совместный, правда же Но вот надо научиться уже в конце концов Тут 150 тысяч, там 200 Вот только что закончилась встреча Победителей в Рио губернатора Игорем Васильевым Я так понимаю, что и ГФИ там был, да? Михаил Викторович Бабич Полпред Нет Он был в Самаре А в Самаре он был, да А он был, ну точно тоже был Нет, только что закончилось Перед кем вы защищали сейчас свои проекты Или представляли их? Представляю сейчас проекты перед Игорем Владимировичем Васильевым Васильевым, да, действительно И многие ребята просили Вносили предложение кому, что нужно еще чем помочь Проекту По своему проекту «Русский для всех» Я бы хотела обратиться Что мне очень хочется Чтобы мой проект анонсировал наш город Киров Интернет-порталы Чтобы СМИ заинтересовались Я надеюсь в моем проекте И чтобы мой проект Как можно больше иностранных студентов Привлекалось, не знаю, как раз С помощью СМИ Интернет-порталов Да, ну вот А вам не удалось защитить свой проект Сейчас перед Игорем Владимировичем Васильевым? Ну вот мы сейчас это сделали В эфире нашей радиостанции Хорошо, думаю, что коллеги наши Конечно с удовольствием Это подходит Оль, еще вопрос, да Уточните Вот только в Кирове сейчас Пользуется вашим проектом Или вы как-то следите Из каких городов Смотрят, выходят на связь? Я отслеживаю географию проекта Поскольку это возможно сделать на Ютубе Мой проект отсматривают в Белоруссии И также в США А, ну вот Прекрасное начинание Хорошо Да, хорошо Как Игорь Владимирович Модификатор коррозии Отреагировал, Полин? Ну, я попросила Так скажем Помощи В предоставлении Помещения Где можно Ну, закончить Лабораторное испытание И начать производство Ну, он сказал, что Ну, рассмотрит А у вас есть какие-то Собственные предложения По помещениям Вы уже обсуждали На какой территории Какими мощностями Нет, нет Пока еще А вообще Мощности про проекты Там какие-то Просчитывали Оборудование в закупе Сколько будет стоить Площадь какая нужна Нет, еще пока не просчитывали Ага Ну, а вам бы чего Лично хотелось Масштабы этого производства Ну, конечно же Уникальные жидкости Мне бы хотелось Большие масштабы Большие, чтобы все знали Что это вот у нас Что это именно вы В промпарк Ведские поляны поедете? Что ж ты сразу В ссылку-то в Ведские поляны Там тепло и виноград Зреет Между прочим А там теплее В Ведских полянах Там виноград зреет Ну, у нас есть площадки У нас есть площадки Промышленные У нас даже На наших крупных производствах Которые вы уже перечислили Тоже пустует Огромное количество помещений То есть он подумает Сказал В какие сроки Не назвал он подумает Нет Он пригласил 29 числа Будет какая-то конференция Вот он пригласил туда Прийти Послушать Пообщаться с людьми Наверное, экологической Которую Организует Прекрасно Там мы и встретимся Хорошо Кристина Ольга Ваше в чем общение Сегодняшнее С исполнящим обязанностей Заключалось Мне очень понравилось Мы так посидели В неформальной обстановке За столом А вы где сиделете Кстати В Вузере В Дворце молодежи В Каморкинге За чайком С печенькой Чая печенек Не было К сожалению Очень понравилось Что Игорь Владимирович Заручился своей поддержкой И это так много значит Для нас на самом деле Когда такой великий человек Говорит Давайте Делайте Мы вам поможем Только занимайтесь этим Это прям Очень-очень Чем помочь ты обещал вам Лично Вашему проекту У нас было Так скажем Две Тут будет самая серьезная история Потому что переговоры С предприятиями Да Две ситуации Первая из них Это то Чтобы Вузы Плотнее сотрудничали С предприятиями Поскольку Это важно Не только для нас Но и для тех людей Которые проходят практику Дело в том Что сейчас студенты Всего лишь один раз Отправляются туда И Как говорится Толком там ничего не дают делать Просто смотрите А в итоге У нас все-таки Специалисты Должны рождаться В вузе Технической Технической Специальности Вот И только благодаря тому Что вот лично я побывала На предприятии Как говорится Посмотрела Что там делается Мне Возможно Захотелось заниматься Этим проектом Потому что Реально страшно Иногда смотреть Что творится Вот И чем больше Вузы будут сотрудничать С предприятием Тем будет легче Все это Решаться Все вопросы Экологические И так далее Ну и также мы попросили Еще Варианты Получения денежных средств Где можно еще Так сказать Нам накопить Потому что Грант мы выиграли В итоге 200 тысяч И плюс еще При зрительских симпатий 50 тысяч То есть 250 В сумме у нас получилось Но По необходимому оборудованию Нам необходимо Больше 500 тысяч То есть Половина у нас где-то есть Нужно еще половину Где-то найти Это только на оборудование Да А ведь есть еще Другие затраты И вы это озвучили На встрече С рио-губернатора С великим человеком Дважды озвучивали Сначала еще в Самаре Мы ему это рассказывали А потом уже Дважды озвучили Я просто знаю Что Игорь Владимирович Собирался сюда На интервью Все-таки прийти еще раз И я очень хотела Поднять вопрос Молодежной политики И помощи молодежи И также вовлечении Ее как раз В какую-то Трудовую деятельность Бизнес-деятельность В этом регионе Раз уж мы говорим Что народ должен оставаться В Кирове Он же должен чем-то Занять себя здесь Правда же Вот я понимаю Что сейчас будет О чем поговорить с ним И что спросить у него Какие действия предприняты Потому что все эти вопросы Которые сегодня Вы вот нам тут раскрыли Они очень важны И для развития региона И для развития общества Они очень-очень важны Действительно И я вот только Руками и ногами Я думаю что Володя Тоже болеет за то Чтобы эти проекты Здесь развивались Здесь на территории Потому что Если русский для всех Это правда такой Хороший всеобъемлющий Интеграционный проект Который позволит нам Здесь жить в мире И согласии И в понимании друг друга Проект Модификатор коррозии Pure Drop Но это такое Будущее наше И наше здоровье И здоровье наших детей И развитие технологий И развитие бизнеса тоже И заработок серьезный Потому что И то и другое И имеет огромные перспективы В производстве Действительно Можно есть вопрос задан Скажите пожалуйста Руководство Регулярно заявляет о том Что мы делаем Много для молодых Мы стараемся ближе Производство И студенчество Растим будущее Руководство какое Заявляет? На разных уровнях В том числе Руководство области Говорит об этом Это надо уточнять Володь Делаем кадры Потому что Куем кадры Для будущей Счастливой жизни Ты же сам В программе Разворот на бизнес Которую мы с тобой Продолжали Слышал отчеты Наших предприятий И мы про молодежную политику Все время говорили Все время были эти вопросы Я просто хочу спросить Вы чувствуете Эту заботу Только наблюдали Отчеты с Иволги Туда приехала Делегация всех наших Практически топ-менеджеров От правительства И Игорь Васильев Мы кстати забыли Сказать Где Иволга Это вообще Географически В Самаре На Мострюковских озерах Недалеко непосредственно Даже в Самаре Вы замерзли Так Вот они приезжали Мы видели Что у них Такие вдохновенные лица Там были Господин Курдюмов Ходил в таких вот очках Господин Барминов Улыбался ему Игорь Васильев Был очень вдохновенный Понятно Что все эти люди Должны будут заниматься Молодежной политикой И не только Барминов А все вообще И они Вот слова-то на ветер Бросать не должны Когда они в таком статусе И хотелось Вашу реакцию Действительно Не просто эмоциональную А может быть Какая-то уже рефлексия Есть по этому поводу Вот они приехали Вот вы их встретили Вы им презентовали Свои проекты Это люди Которые управляют Нашим регионом И собственно говоря Ответственны в том числе За наше будущее Как мы тут будем жить На наше благосостояние Душевный покой Материальное Какие-то аспекты В первую очередь Сейчас выходят Я сейчас заплачу И вот вы на них смотрите Такое русло Так увела И вот вы на них смотрите И чего вы от них ждете Вы ожидаете от них Каких-то серьезных свершений А потом еще Вы сегодня побывали Там спустя неделю Буквально Честно так давайте Кристин Ваши надежды Да Мои надежды Нет Я надеюсь Очень Что все-таки Нам помогут Особенно Пусть даже Возможно не получится С денежными средствами Но думаю договориться С предприятиями Чтобы мы на них работали Это могут Может сделать Наше руководство Потому что Они во главе Нашей области И со всеми общаются И то есть При нас сразу же называли А ну вот этого Надо позвать Вот этого То есть давайте Мы с вами соберемся И так да То есть сегодня Я услышала Что они вообще Предлагают создать Такой совет Который будет Вот как раз Мы в него войдем И будем решать Такие вопросы То есть нас будут Сводить непосредственно А кто предложил это Вот как раз Губернатор наш Предложил Чтобы создать Такой совет Куда бы мы пригласили Допустим По нашей тематике Директоров предприятий И чтобы мы с ними Лично уже переговорили И решили Что нам нужно От них От нас Что им нужно И нам от них Как говорится Вы думаете Они вас будут там Слышать и слушать На этом сайте Ну знаете Я думаю Нас они будут слушать Потому что Есть целая история От того как Мы попали на Иволгу И сколько людей Было нами напряжено Чтобы мы туда попали Вот И поэтому Мне кажется Тут многое зависит Вот это очень важно Это не то Что там универское зал Так Ты Значит Гараева Ты Барвицкая Ты Князева И ты Обухова Вы едете на Иволгу Не осрамитесь Там смотрите Галочку большую Жирную Нужно поставить Не так было Вот было совсем не так Было так Гараева ты едешь Барвицкая ты не едешь Ни в коем случае Как это так Я такая Как это я не еду Ну и мы решили этот вопрос Спасибо большое Ситникову И Ксане Сергеевне Которая сразу подключилась И решила этот вопрос И все таки А что там Количество мест было ограничено На самом деле Все было не так Строго Просто дело в том Что Ну в общем Система сложна Чтобы зарегистрироваться Нужно заходить Через специальный сайт И дело в том Что из-за того Что Оля Гражданка Украины Ее просто было не видно В этой заявке И мы об этом Сразу не знали И так получилось Что когда уже Состав делегации Был сформирован Ее не было Мы работали вдвоем Над проектом И хотелось Чтобы мы ехали вдвоем И вообще Я сказала так Что если Я поеду одна То я не поеду без Оли Вот Наше руководство Конечно же Стало со мной Выходить на контакт Что надо ехать Потому что у вас хороший проект Ты должна ехать все равно одна Но мы в итоге Решили Ехать вдвоем И начали напрягать всех Дошли и до ректора И до министерства Кировской области Образование Да Мы Вот как раз Как Саня Сергеевна Она по спортивной Молодежи Где-то там В общем сложное образование Или все-таки Министерство спорта И молодежной политики Да-да-да Через них В общем Со всеми договорились В итоге мы поехали вдвоем И очень Спасибо большое Потому что На самом деле Если ехать одному На его году Достаточно сложно Вот из-за того Что мы поехали вдвоем Мы смогли Мы смогли Взять и грант На выставке Инноваций Да И грант В образовательной сфере То есть ПДК Производительность Больше Так сказать А правда Правда Оль Что вы попросили Сейчас на встрече С Рио Губернатора Помочь С получением Российского гражданства Да Совершенно так Дело в том Что Из-за того Что я гражданка Украины Это несколько Затормаживает Мою деятельность Я не могу Принимать участие Во многих Мероприятиях Которые проходят Кировской области В Российской Федерации И мне бы на самом деле Очень хотелось Я хочу приносить пользу В России Мне здесь очень нравится А будущее свое Вы здесь видите В этой стране Да Мне на самом деле Очень нравится В России Простите уточню Такая история Такие сложности Были бы И в том случае Если бы вы были Гражданкой любой другой страны Или не на Украине Нет Это не связано С ситуацией Последних лет А когда вы приехали В Россию Год назад В августе И приняли такое решение У вас остаться То есть вы видите Перспективы и работы И жизни именно здесь Да Мне в Кирове Очень нравится Мы будем следить за вами Это очень интересно Спасибо Спасибо Вдохновили Очень Вдохновили Здорово Вдохновенный Получился эфир Спасибо девочке Что вы к нам пришли Правда было Очень приятно И познакомиться И пообщаться Прямо Вот тут вот Гордость распирает За то что люди такие есть Удачи вам Ольга Князева Полина Абухова Кристина Гараева И Ольга Бервицкая Мы на этом завершаем Программу Дневной разворот До свидания Через 20 минут Как обычно Особое мнение Сегодня у нас в гостях Главный редактор И руководитель Телеканала Ранкиров Юрий Шлемензон До свидания